Плавно переходим к Корчному. Я грешен, я все-таки в этом признаюсь, в то время, когда вы играли с ним два этих замечательных матча, за которыми, ну, наверное, затаив дыхание, следил весь мир, потому что сводки из Багио и Мирана с матча Карпов-претендент, как у нас писали, у нас фамилию Корчной, старались не упоминать, писали, Анатолий Карпов сыграл с претендентом. Вот, эти сводки, конечно, были важнее всего остального, важнее полета в космос, важнее везти из полей. Все ждали, как закончилась очередная партия. Вы были олицетворением все-таки советской системы в глазах многих, поэтому те, кто не любил Советский Союз, но нормально относился к Карпову, просто не любил Советский Союз, и я в том числе, они болели за Корчного, вот чтобы он победил, чтобы ему было лучше. Я сегодня в этом признаюсь совершенно откровенно. Скажите, ведь история ваших отношений с Корчным, она, в общем-то, уникальна. Вы близко с ним дружили, дружили с семьями, и, в общем-то, когда он, уже у него были эти настроения, вы ведь даже за него поручили, что он не сбежит на Запад, и он вроде бы не сбежал, а сбежал на следующий раз, когда вы уже не поручились. Это так или нет? Это так, соответствует действительности, и Корчной знал об этом. Но действительно, вот мой тренер Семен Абрамович Фурман, он в начале 60-х годов и в середине, последний раз в 68-м году помогал Корчному, он был его тренером. Потом они разошлись по разным причинам, но жена Фурмана до последних дней жизни жены Корчного были друзьями, близкими друзьями. И, собственно, благодаря Белле Корчной в большей степени, после Корчному, а после его приятелю, замечательному совершенно человеку, который, к сожалению, тоже ушел в жизни раньше времени, был у нас замечательный географ, академик Сергей Борисович Лавров, представитель географического общества СССР. Он в то время был секретарем Порткома университета Ленинградского. И когда у меня возникли проблемы спортивные в Москве, в Московском университете, меня стали преследовать, поскольку я не переходил в общество студенческое. И пока я не стал чемпионом мира среди юношей, я не был на первых позициях, как-то на это закрывали глаза. Когда я стал чемпионом мира среди юношей, то тут ко мне пристали, что вы не сможете учиться, если не перейдете в буревестник. Детский сад. Нет, это очень серьезно. Из-за меня же меняли систему зачета. Систему зачета очков в спорте меняли из-за Карпова, из-за моего бегства, из Московского университета в Ленинградский. Я сбежал от преследований, не перейдя в буревестник. Убежал в Ленинград. В Ленинграде начали преследовать меня тоже. И после этого как-то Павлов, он молодец, он сориентировался, что эту проблему... Я играл за ЦСКА, но не только ЦСКА. Труд имел проблемы такие же, и Спартак все. Вот. Павлов сориентировался, понял, что уже эта проблема назрела, и надо ее разрешить. И тогда поменяли систему зачета очков. Я, как студент Ленинградского университета, скажем, выступал в спортеяне народов СССР. Вот. Или в чемпионате Советского Союза. И за мои успехи очки начислялись в ЦСКА, спортивный клуб, который я представлял, и буревестнику, потому что я учился в университете. И это было сделано в 69-м году. То есть, в 70-м году. Чтобы никого уже не смущать. Чтобы уже как-то, ну, знаете, умиротворить буревестник, чтобы он не преследовал спортсмена.